Парикмахер ТВ Первый мастер-класс Александры Креницкой на проекте Парикмахер ТВ на сегодняшний день набрал 1 200 000 просмотров. Сегодня мы рады представить вам новую работу Александры на тему плетения волос. Вашему вниманию сегодня простое плетение волос. Давайте! Здравствуйте! Меня зовут Александра Креницкая. Сегодня я вам покажу простое плетение на нашей модели. Для этого мы чуть-чуть потянем волосы, потому что у нас модель мыла волосы вчера, и мы хотим их немножечко освежить. Благодаря этому плетению мы сможем сделать более объемную прическу, удобную и очень простую. Первым этапом нашего плетения будет разделение волос на две части. Лобно-теменная зона разделяется прямым пробором. Затылочная зона и макушка очень мелким зигзагом. Благодаря зигзагообразному разделению волос мы сможем сохранить нашу прическу более объемной. Также этот пробор скроет наше разделение. После того, как мы разделили волосы на две части, мы начинаем работать с левой стороной и начинаем заплетать волосы. Плетение очень простое, из двух прядей. Первое. Мы разделяем волосы на две пряди и перекрещиваем их между собой. Дальше плетение проплетается очень просто. С каждой стороны, добирая тоненькую прядь, мы перекидываем нахрест. Чем тоньше будут пряди, тем элегантнее и аккуратнее будет ваша прическа. Прядка за прядкой я проплетаю всю височную зону. Точно так же я проплетаю волосы со стороны макушки. Это плетение очень простое, но важно здесь не торопиться. Обратите внимание, что у нас уже появился рисунок. Я опускаю голову клиенту для того, чтобы качественнее проплести затылочную зону. Обратите внимание, что я подхватываю волосы только с левой стороны. И прядка за прядкой я переплетаю их, создавая неповторимый рисунок. Благодаря разному цвету волос, плетение приобретает более объемный вид. Несмотря на то, что прядки у меня достаточно тонкие. После завершения я фиксирую наше плетение зажимом. После того, как проплетется вторая часть, я соединю две получившиеся косички в одну. И мы переходим к работе с волосами правой стороны. Аналогично проплетенные ранее косички я разделяю прядки у лица на две части. И скрещивая прядки между собой, мы начинаем наше плетение. Обратите внимание, что наше плетение является кропотливым. И заплетая волосы подобным образом, важно не торопиться. Предварительно волосы нашей модели мы обработали легким маслом. Благодаря этому способу все кончики волос являются послушными. Обратите внимание, что правую сторону я проплетаю выше, чем левую. Наше плетение приближается к завершающей фазе. Я завязываю резинкой нашу косичку, для того, чтобы она не расплелась. Вы можете соединить две косички вместе. Но в нашем случае я решила их спрятать. Для этого я обращала ваше внимание на то, что правая сторона заплетена выше, чем левая. Я заворачиваю хвостики и прячу их под правой косой. То, что у меня получилось, я фиксирую невидимками. Правую сторону я немножко распускаю, для того, чтобы наша прическа получилась лаконичной. Хвостик скручиваю не до конца и прячу в середину нашего плетения с левой стороны. Я фиксирую эту прядь невидимкой. В нашем плетении я использую всего две невидимки. Получившийся результат мы зафиксируем лаком в средней фиксации. Плетение достаточно крепко держит волосы в прическе. Лаком мы убираем свободные концы. Сегодня мы познакомились с новым способом, который поможет сохранить нашу прическу достаточно привлекательнее. Шварцкоп профессионал. Возвращение пасши для волос. Майкмахер ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok